Командование украинской армии теперь ищет слабые места в российских позициях, заявил Глен Грант, полковник британской армии в отставке. Я записал его комментарий по ситуации на фронте после взрыва россиянами Каховской ГЭС. Что у россиян пошло не так с подрывом дамбы? Возможен ли украинский десант через Днепр? И где удобнее всего начать контрнаступление? Я хотел бы спросить вас о текущей ситуации в Украине. Там мы видим обострение событий, попытки небольших украинских контр-атак. Россияне взорвали плотину на Днепре. Как вы думаете, украинцы готовы к большому контрнаступлению или чего-то ждут? Думаю, политические украинцы готовы, но с военной точки зрения к таким вещам быть полностью готовым невозможно. Этот факт следует принять и опираться на него. Сконцентрирована масса солдат, но они никогда раньше не участвовали в такой операции. Вся украинская армия, за исключением разве что 93-й бригады, захватившей Изюм, пока что занимается исключительно обороной. Поэтому проведение наступления – серьезная задача. Требуется большое политическое и военное мужество, чтобы задействовать все, возможно, на одном участке. Я думаю, что украинское командование сейчас выявляет слабые места, где россияне могут посыпаться, даже не дожидаясь контрнаступления. Это может произойти на тех участках, где россияне слабы. Они пытаются, пробуют, ищут. Можно сказать, что подходящим местом для атаки является, конечно же, Бахмут. Мы знаем, что территория там не заминирована. Если бы были мины, россияне сами бы на них подорвались. Поэтому районы, где россияне атакуют, во многих случаях также являются подходящими районами для контрнаступления. Надо переломить ситуацию на тех участках, где они считают себя сильными. Это то, что нужно, чтобы ситуация поменялась очень быстро. Второй вопрос. ГЭС явно взорвали россияне. Мой друг находится в военной части в трёх километрах от того места. По его словам, россияне не планировали такого большого разрушения плотины. Предполагалось нанести поверхностный ущерб, чтобы вода затопила острова посреди реки, которые могли быть захвачены украинскими войсками. Но они просчитались. Другой мой друг, серьёзно следящий за этим, думает, что это российская попытка наказать Херсон, потому что их переполняет ярость, и теперь они могут позволить себе быть негодяями. И, конечно же, третье объяснение состоит в том, что россияне хотели создать заслон, чтобы через реку стало невозможно атаковать. Теперь это почти совсем невозможно. Нужно иметь много плавсредств для перевозки огромного количества техники. В отличие от советской, большая часть натовской техники не приспособлена к плаванию. Вы не сможете пересечь реку на большинстве этих танков. Челленджер тяжёлый, его пришлось бы гнать по дну реки. Поэтому я предполагаю, что имеет место совокупность различных факторов. В результате, эта территория сейчас абсолютно непригодна для ведения контрнаступательных действий, даже если бы такая идея существовала. В итоге, контратаку надо перенести на Донецк или на юг Запорожской области, в сторону Мелитополя. Украинское контрнаступление уже началось. Этот вопрос задают все, когда речь идёт об активизации боевых действий в Украине и подрыве Каховской ГЭ с россиянами. Украинские власти загадочно молчат. Говорят сами за себя только события на фронте и даже в самой России. Стоит ли ждать дня Х? А может, он уже наступил? Давайте разберёмся с экспертами Павлом Лакичуком и Яном Матвеевым. Украинское контрнаступление то ли уже началось, то ли вот-вот начнётся. В интервью The Wall Street Journal Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к освобождению территорий от российских военных. Но власти страны намекают, что объявления о начале контрнаступления не будет. Украинцы используют так называемый «туман войны» против россиян – широкомасштабную кампанию дезинформации и дезориентации агрессора. Кромких деклараций и чётко выраженного начала не будет. Приятно, оборона перейдёт или уже переходит. Наступательное действие – постепенным наращиванием усилий. Говорить о том, началось украинское контрнаступление или нет, я думаю, не имеет смысла. Боевые действия продолжаются, а контрнаступление – это составляющая стратегической оборонной операции, и переход от одного этапа к другому может быть совсем незаметным. 5 июня заместительница министра обороны Украины Анна Моляр сообщила про переход к наступательным действиям на некоторых направлениях. И действительно, тактично обозначила это лишь частью начатой 24 февраля 2022 года оборонной операции. О том, что, возможно, началась наземная операция, может говорить, скажем так, обострение тактических действий вооружённых сил Украины на почти всех участках фронта – в районах Купянска и Лимана, Сватовского направления на севере, контрудары на Бахмутском направлении, а также на юге – на всех участках проявляется большая активность. Эпицентром боевых действий, по словам Анны Моляр, остаётся Бахмутское направление, где украинская армия движется, цитата, «довольно широким фронтом» и имеет успех. «Бахмутское направление. Молодцы воины. Мы видим, как истерично Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции». Однако, несмотря на успехи в районе Бахмута, они скорее не могут свидетельствовать о начале контрнаступления или доказывать его. «Я бы не считал это каким-то началом или уже контрнаступлением, потому что мы не видим никаких новых сил, которые бы там были задействованы, никаких новых подразделений с техникой натовской и, самое главное, каких-то превосходящих сил. То есть, судя по всему, это локальные операции тех подразделений, которые находятся на этом фронте». Одной из составляющих контрнаступления, или, стоит сказать, переходного к нему этапа, могут быть боевые действия в Белгородской области. Русский добровольческий корпус «Легион свободы России», который воюет на стороне Украины, несколько раз за последние месяцы совершили, или, по крайней мере, заявили о совершении рейдов в приграничную область России. Последние дни формирования заняли село Новая Товолжанка, а в трех российских областях по радио прозвучало фейковое обращение Путина о вторжении украинских войск и объявлении военного положения. События в Белгородской области могут играть роль отвлекающего и, к тому же, деморализующего маневра. «Безусловно, российская армия вынуждена отвлекаться, отвлекать внимание на все это происходящее и, возможно, то в том числе перебрасывать какие-то силы в Белгородскую область. Плюс, когда происходят вот такие вот события, естественно, это все не играет на руку Кремлю, на руку власти. Их авторитет падает». Вероятно, это была паническая реакция на тревожные ожидания украинского контрнаступления. Утром 6 июня стало известно о подрыве Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В зоне затопления на обоих берегах Днепра оказались 80 населенных пунктов. В регионе была объявлена эвакуация. Ответственный за подрыв называется российская сторона. «Что это им дает? То, что они на достаточно долгое время делают невозможным наступление с форсированием Днепра со стороны Херсона, которое считалось одним из возможных вариантов наступательной операции. Много говорилось про передачу Украине инженерных средств для форсирования водных преград. Этот участок техногенной катастрофой они для себя фактически обезопасили. А те силы, которые были сосредоточены на Херсонщине, теперь можно перекинуть на другие участки. В первую очередь на запорожское направление, которое считается одним из приоритетных в возможной наступательной операции». Российская сторона, в свою очередь, предсказуемо обвинила в катастрофе Украину. Мол, разрушение дамбы вызвал украинский обстрел. «Никто, наверное, не сможет найти ни одного какого-то удовлетворительного объяснения, зачем украинским войскам это нужно делать, потому что с их стороны ситуация полностью невыгодная. Нет, наверное, ни одного какого-то плюса, который можно извлечь из уничтожения плотины Каховской ГЭС». В СУ заявили, что подрыв станции не остановит силы обороны Украины. До конца года здесь в дополнение к уже полученным танкам «Леопард-2» и «Челленджер-2» ожидают также танки «Леопард-1» и «Абрамс», а также, вероятно осенью, самолеты F-16 с уже обученными украинскими экипажами.